Доброе утро! Устричный соус, рыбный бульон фондаши, чуть-чуть сахара и чуть-чуть винного уксуса и уголь, соответственно. Для начала мы быстро замиксуем бульон. Вот у нас на плите куриный бульон. Мы добавляем отвар из комбу туда же. Как его сделать правильно? Ну, один к одному пропорции будет вполне достаточно. А сам отвар? Это сами водоросли отвариваются? Водоросли отвариваются, доводятся до кипения, провариваются где-то минут пять. Вот этого достаточно до момента, пока жидкость, получившаяся, окрасится в зелёный цвет и приобретёт характерный такой морской запах йодистый. Нам необходимо добавить устричный соус. Петла младородная. Фондаши. Ну, аккуратно распределяем по поверхности. Ну, достаточно где-то чайной ушки. Далее мы ставим сковороду на плиту. Она разогревается. На сухой сковороде мы чуть-чуть томим овощи, потом добавляем уксус, щепотку сахара и получается эффект слабо маринованных овощей. То есть угорь хорошо с ними сочетается, поэтому мы это и будем делать. Вот. Ну, для начала чуть-чуть размельчим то, что мы будем... Болгарский перец у нас. Болгарский перец, цукини. Огурец. С угрем мы не будем никаких манипуляций совершать вследствие того, что он уже готов, он копченый. Доводим до кипения бульон, затем добавляем рисовую лапшу и ее необходимо варить примерно в течение 80 минут на среднем огне, таком небольшом, чтобы она не пригорела. Пока лапша отваривается и вроде бы сковородка разогрелась, мы, соответственно, занимаемся овощами. И так лапша готова, соответственно, мы можем ее снять с плиты, переместить в сосуд, из которого мы будем ее потреблять. Далее выкладываем получившиеся полумаринованные овощи. К тому же у нас получился достаточно контрастный цвет. Выкладываем угря. И заливаем бульоном, которым варили лапшу. И, как последний штрих, также для свежести и для здоровья, посыпаем все зеленым луком. Витамины всегда полезны. Да. В любое время года. Для приготовления блюда вам понадобится лапша рисовая, угорь копченый, уксус винный, перец болгарский, огурец, цукини, лук зеленый, соус устричный, бульон куриный, бульон из водорослей комбо, сахар. Ну что, спасибо, Ваня, за очередной оригинальный рецепт. Я думаю, что такой завтрак понравится многим зрителям. И в любом случае обязательно попробуйте, потому что экспериментировать очень даже интересно. Пока. Всего доброго.